добрый день у нас сегодня на столе стакан воды и не потому что я хочу его пить в течение нашего урока а потому что на основании закона связанная с стаканом воды или с питьем воды я хочу ответить на вопрос который мы поставили несколько недель назад когда говорили о том что я потерял вкус простудился и потерял вкус и не чувствовал ощущение вкуса от еды и тогда я задал вам вопрос дорогие читатели зрители а нужно ли в этом случае когда человек не чувствует вкуса еды должен ли он говорить благословление на еду и там было обсуждение были очень интересные мысли которые высказали наши читатели зрители и ваш покорный слуга искал доказательства того что человек который не чувствует ощущение вкуса все равно может сказать благословление на еду и после обсуждения с многими разными мудрецами торы кажется что нужно объяснить это таким образом представляется верным объяснить это следующим образом на примере закона который называется тот кто пьет поскольку у него есть жажда написано в мишне в трактате барахот что он должен сказать шеакольния бедворой благословлен всевышний что все сотворено по его слов но из того что мы говорим когда он хочет пить когда у него есть жажда он должен благословлять делается вывод что он не благословляет если он пьет и при этом не получает никакого удовольствия он пьет например гемора приводит пример он подавился чем-то ел кусочек мяса и подавился как бы не то что прям подавился но и у него как бы стоит поперек горла что называется и вот он должен так сказать запить этой водой в таком случае когда он запивает водой для того чтобы лучше проскочила еда то в этом случае он не должен благословлять на воду если же это например вино или сок у которого есть свой вкус тогда он должен благословлять на него в любом случае то конечно если он может благословить если он этой пищи не мешает ему просто как бы самому процессу дыхания просто как бы стоит и нужно это чтобы проскочила в этой ситуации что можно спокойно разговаривать спокойно говорить тогда он должен благословить на сок или вино если он ими запивать но если человек запивает водой и он в принципе не хочет пить воду так вот поскольку он не хочет пить воду то в этом случае он не должен на нее благословлять теперь какое мы хотим привести из этого закона доказательства к нашему вопросу дело в том что что мы сказали человек который не чувствует вкуса говорит мишна брура что оказывается вкуса вкус воды далеко не все чувствуют просто само то что у человека есть жажда то есть ему необходима вода он чувствует и хочет напиться водой на то что вода в принципе безвкусно само это что он хочет пить это причина этого благословления то есть мы видим что человек может не чувствовать вкуса воды раз ему нужно утолить жажду это значит что он может благословить благословление шиакольни обедворо и именно это есть ответ на тот вопрос который мы задали я не чувствую вкуса еды но я чувствую чувство голода и это чувство голода я хочу утолить поскольку почему я беру сейчас есть потому что я хочу хочу есть если я голоден раз ты голоден значит у тебя есть ощущение которое с помощью еды ты утоляешь значит ты должен расслаблять это мы видим из этого закона ну раз мы уже говорили про этот закон то давайте его немножко расширим а что будет если человек пьет воду только для того чтобы в организме было достаточно жидкости сейчас известно многими врачи постоянно советую тем более здесь у нас в израиле тем более в жаркие дни нужно пить примерно два литра жидкости в день и желательно их набирать в течение несколько раз не много много раз не много много стаканов за раз а выпить в течение дня два литра воды или жидкости в день вот человек набирает пьет потому что врачи посоветовали но при этом пить он в принципе не хочет так вот равнись им карелец сказал что в такой ситуации он не должен благословлять на воду поскольку пить воду он не хочет но мишнабрура говорит что если он чувствует ему нравится это ощущение или например его небо получает удовольствие какое-то тогда он уже должен благословлять то есть если человек ничего не чувствует пьет это просто для того чтобы запить лекарство например да или поскольку хочет наполнить свое тело водой то в этом случае не нужно благословлять на воду если конечно он пьет потому что он подавился чем-то у него что-то стало поперек горла тоже он не должен благословлять на воду но если он пьет например потому что я например пью воду мне нравится вкус воды да я знаю что у меня некоторые мои родственники говорят как ты можешь пить воду я говорю нет я люблю вкус воды есть вода я причем различаю вкусы воды как и вот эта вода например одной фирмы в израиле энгетия это вода мей эден разный вкус воды я могу в принципе различить на вкус я считаю что я в любом случае должен благословлять на воду поскольку я получаю удовольствие от вкуса самой воды но человек который находится в ситуации как мишна брура говорит что вкуса воды он не чувствует он либо утоляет жажду да либо он наполняет тело водой в зависимости от этого будет меняться благословляет он на воду или не благословляет и с помощью этого закона мы смогли проиллюстрировать ответить на наш вопрос и немного выучить еще аллахи о том как себя вести в жизненных ситуациях спасибо большое